В эфире информационный блог Доброе утро, Таллин. У нас в гостях вице-мэр столицы Вадим Белобровцев. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Сейчас в городе бушует спор двух футбольных клубов после слияния Инфонета и Левадии, в результате чего дети остались без тренировок. Почему город не вмешивается в ситуацию? Город, в принципе, насколько может в ситуацию вмешивается. Но здесь нужно понимать, что ФЦ Инфонет, футбольный клуб Инфонет, который фактически уже стал частью футбольного клуба Левадия, имеет договор с городом Таллинном на аренду стадиона на улице Пунен. Сейчас это уже крытый стадион, пневмо-холл так называемый, как раз чтобы в зимних условиях там можно было также играть в футбол, тренироваться. Сейчас ситуация такова, что появился новый клуб, ФЦ Таллин, который организовал Александр Альтасар, один из бывших руководителей Инфонета. И в итоге сейчас происходит такая мини-война, что называется, между новым вот этим футбольным клубом и футбольным клубом Инфонет. Фактически за детей и за холл, где дети до этого занимались, а сейчас это, в общем-то, осложнено. Но если говорить о вмешательстве города потенциальном, то здесь достаточно сложно городу вот эту вот границу не пересекать, поскольку все-таки речь идет о споре двух юридических лиц. И мы в этот спор вмешиваться напрямую не можем. Мы, естественно, встречались и с одной стороной, и с другой стороной. Пытаемся каким-то образом при этом привести их, что называется, к общему знаменателю и сделать так, чтобы все-таки они договорились между собой каким-то образом. Потому что для города самое важное, это, естественно, интересы детей, которые там занимаются, чтобы они не пострадали, чтобы не пострадали интересы их родителей. В результате вот этой мини-войны сколько детей и тренеров осталось без спортивной базы на Пунане, которая принадлежит городу? Без спортивной базы, я думаю, что никто не останется в общей сложности, потому что, насколько я понимаю, какая-то часть, большая часть тренеров, большая часть детей, у них занимающихся, они перешли под FC Таллинн, под новообразованный клуб. У которого пока нет площадки. Да, и поэтому сейчас город пытается найти какой-то вариант, чтобы пока идут вот эти вот споры экономические, если можно так выразиться, то мы предоставим этому клубу для занятия детей из каких-то из имеющихся у нас площадок, например, при каких-то лосномяйских школах. Сейчас, в принципе, переговоры идут, они идут в правильном направлении, я думаю, что в самое ближайшее время все с этим будет хорошо. Хорошо. Естественно, нельзя на этом останавливаться, потому что это не может быть вечно. Это временное решение, которое, в принципе, показывает и добрую волю наших школ, и добрую волю мэрии, ну и, соответственно, родителей этих детей. В какой-то момент нам, естественно, придется эту проблему решать более серьезно. И именно сейчас юристы городские занимаются исследованием вот этого договора, который есть у мэрии Таллина и у клуба FC InfoNet. Поскольку клуб FC InfoNet фактически прекращает свое существование и переходит под Левадию, немножко меняется юридическая ситуация. И сейчас наши юристы пытаются выяснить, насколько вообще правомерно дальнейшее использование этой площадки клубом, которого уже фактически-то и нет. Возможно ли примирить двух спорящих хозяйственных субъектов? Ну, это был бы идеальный вариант. Мы пытаемся все время их подтолкнуть к такому своего рода компромиссу, чтобы, если бы, например, InfoNet продолжал, скажем, уже будучи частью Левадии, быть арендатором этого холла, и то, скажем, тот же самый FC Talens и дети, которые будут под этим клубом, могли бы, например, использовать его в какое-то время и, соответственно, платить, допустим, так называемый договор об субаренде. Сейчас пока тяжело, судя по всему, не очень они хотят между собой договариваться, но, конечно, мы в любом случае держим руку на пульсе и пытаемся каким-то образом эту ситуацию решить так, чтобы это для всех было наиболее приемлемо. Я так понимаю, у города сейчас все-таки связаны руки, поскольку договор совсем недавно был продлен на 4 года. Именно так. И сейчас мы не можем просто сказать, что, вы знаете, давайте-ка мы этот договор быстренько прекратим из-за того, что у вас какие-то междоусобицы там появились, и, соответственно, нам все-таки нужно действовать в рамках закона. Даже если мы видим, что ситуация находится, не самая лучшая ситуация у нас образовала, все-таки мы должны следовать букве закона, и мы не можем игнорировать то, что у нас этот договор существует. Но в то же время сейчас юристы смотрят, каким образом мы могли бы его, например, либо изменить, либо каким-то образом все-таки использовать для того, чтобы эти стороны нашли примирение. Спасибо вам за эти разъяснения. А мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях был вице-мэр столицы Вадим Белобров. Продолжение следует...